друзья и вот у нас 10 метров два сантиметра мы разделили пополам вот здесь поставили середину метки можно элементы все допустим было бы 16 штук вы бы пошли вот от этой линии каждую сторону от серединки в края в нашем случае 17 элементов поэтому первый стартовый элемент у нас на середину стоят пополам я здесь делал метки пополам и вот на эту вот так у меня здесь есть отверстие мы пробили дырки я говорил видео что вот здесь она подрезать чтобы здесь не было фальт до конца шел чтобы у вас была возможность закрутить сюда саморез потом же рейка это крепление она скроет берем другой элемент закручиваем так дальше каждую форму так и вот у нас эта сторона полностью готова то есть мы дошли два элемента нехватно оставляли мы взяли размер и разделили на одинаковое количество элементов они получились примерно по три миллиметра меньше чем остальные вот сделано эта сторона и соответственно карнизная часть сейчас покажу соответственно здесь тоже самое сделала теперь переходим на фронтольная часть и у нас здесь будут элементы элементы не так получается под вискосом по уровню по вертикали стыке для этого ставим уровень рисуем вот эту вот линию и ставим уголок сюда и сюда и смотрим на у нас будет 27 сантиметров чистый подъем элемента и замеряем сколько здесь у нас расстояние 30 миллиметров получается от прямого угла и вот на элементе мы также все разрисовываем и подготавливаем я думаю это будет всем понятно все тоже самое только линия другая также делим весь скат на равное количество элементов и заготавливаем все поехали итак ребята когда у нас уже готовы элементы и перед тем как поставить планку но я попозже покажу как она делается то есть если мы сейчас поставим планочку сюда прикрутим то мы не сможем поставить сюда капельник конденсата и соответственно не сможем поставить перфорацию потому что мы не просунем через язычок поэтому по последовательности сначала ставим капельник конденсата потом ставим перфорации и мы еще здесь сейчас снимем эту первую доску вот чтобы нам было проще подсунуть сюда под контрабрус капельник конденсатор я сразу не сказал что здесь кровля на две части делится на мансардную и на холодную ну ставить будем все равно везде чтобы ну чистый и с точки зрения эстетики так что поставлюсь на таймлапс чтобы не снимать и мы начнем это делать итак когда вы уже видели таймлапсе мы здесь завершили все давайте я вам покажу все и объясню нюансы значит мы я уже говорил не говорил не помню что кровлю у нас делится на утепленную и холодную то есть пол гаража у нас он здесь навес холодный там под газоблоком получается будет утепление меж тропильная вот поставили капельник конденсата вот поставили перфорацию и когда поставили капельник конденсата а получается мы должны его приклеить мембрану к капельник конденсата должны приклеить либо это на скотч вот либо на какой-то клей вот так это выглядит вот и сейчас мы пойдем делать сюда объемную рейку пойдемте сейчас вам все покажу снег вчера был снег метель ну ладно ерунда нюансы нашей профессии итак нам надо сделать шаблон один и по нему уже все остальные будем делать значит я взял полоску нужную мне по размерам на ней разделю линии пополам дальше у нас подворот я возьму готовая рейка вот то есть нам это загиб получается 40 миллиметров этот в нашем случае 40 есть шириной рейки но 50 миллиметров вот середины 5 далее у нас высота получается нам нужно 21 21 сантиметр 21 сантиметр и 210 миллиметров нарисовали потом у нас получается вот это вот 30 миллиметров объем делаем 30 и сводим ее в эту точку и подворот и по 22 видно не видно по 22 миллиметра и и и и чтобы потом было проще на танке гнуть уголки так подрежем и лишнее вот это вот убираем и а и и и и и и и все готово сейчас я поэтому шаблон заготовлю определенное количество штук и покажу вам как загибать эту рейку так и вот наш элемент гнуть будем на фамиче ничего сложного нету вот ставим первый подворот загибаем здесь на нет здесь на объем подворачиваем немножко надо обратно подать потому что с другой стороны она упирается в балку вот переворачиваем тоже самая операция с другой стороны заворачиваем вытаскиваем и вручную дорабатываем все готово и пойдем покажем как ставится вот так ставится морейка и вручную и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, на этот момент у нас получается... Мы поставили уже... В досочный желоб подвесной... Силовая планка стоит... И сам капельник стоит... Он отпускается прямо в желоб... Вот... Сейчас я покажу... Что у нас вокруг обойду... Покажу, что сделано... И что мы сейчас будем делать... Сейчас мы будем делать... Сюда силовую планку ставить... То есть по периметру... Везде будем ставить силовую планку... Вот... Сейчас я вам ее покажу... Вот у нас фронтон... Солнце, наверное, освечивает... Вот... Сделал у нас фронтон... Ну, везде... То есть декор у нас сделанный... Везде... По периметру... Вот... И... Соответственно, с той стороны тоже... И вот у нас... Силовая планка... Из 0,7 оцинковки... Сейчас мы пойдем... И будем ее ставить... И потом уже, когда поставим... По факту покажу... Что получается дальше... Так, и вот... Поставили... Силовую планку... На фронтоны... На ту часть... Вот... Здесь уже к силовым планкам... Приклепали... Плавающие клеймера... По поду клеймеров... Чуть позже все скажу... Где какие... И почему ставится... Вот... Сейчас Артем убирает снег... Вот... Под мембрану... Готовим... Вот... И сейчас... Получается... Здесь... Такой же капельник... Тут вот такой же капельник поставим... Как и с той стороны... У нас идет... Плавающие клеймера... Вот они... Потом пошли... Гухие клеймера... И... Дальше... Опять плавающие клеймера... Значит... По... Раскладке картин... Ну и забыл сказать... Что у нас мембрана... Delta Pentax... Пятислойная... Хорошая мембрана... До пяти месяцев... Можешь лежать на крыше... И... Не бояться ультрафиолета... Вот... Ну это... Скажем так... Не суть... Значит у нас... Ширина крыши... 10 метров... 12 сантиметров... То есть... И если бы мы пошли... Скажем... От края... В этот край... То у нас пришло бы... Что осталось... Скажем... Так... 7... 7 сантиметров... Полоска... Вот... Соответственно... Мы... Стартовую картину... Это у нас первая... С двумя малыми фальцами... Которые сделали бендером... Поставили... Вот у нас картина... Получается... Вот у нас скат... Середина... Это вот так вот... Идет... То есть... Мы... Положили ее... Середины... На шов... Получается... Вот... Если бы мы поставили бы... Ну... Ребром... На середину... То... У нас бы с каждого края... Пришло бы там... Не хватало бы... Скажем... Грубо говоря... По... Там... 3-4 сантиметра полоски... Что... Ну... Не хорошо... Можно сделать... Если экономите металл... Чем-то еще... Но... Эстетический вид... Если у вас более крутая... Крутой скат... Ну... Немножечко... Не тот бы получился... Поэтому... Мы положили к стартовую картину... И... Сейчас... В эту сторону уходим... И в эту сторону уходим... Получается... И... Вот... У нас что получилось... Что... Крайняя картина... Вот здесь... Будет... 42 сантиметра... По-моему... Вот... Ну... 140... Скажем так... И... В принципе... Все... Здесь... А... Как видите... Картина... Перевернута... Для того... Чтобы... Взять... Фальцгель... И... Промазать... Внутрь фальца... Вот так вот... Ну и так... Скажем... Далее... Заполняем замок... И... Переворачиваем... Картину... Закрываем... Ставим на зажимы... И... Начинаем подводиться... С обоих сторон... Так и все... Мы... Закончили... Все... Быстро... 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 Уже... Сейчас... Уезжаем... Домой... В Питер... Собрали... Инструмент... Погрузки... И... По-быстрому... Покажу... Что сделано... Антон... Мне... Сделано... Все... Сейчас... Поднимемся... Ну и вот... Простая кровля... Односкатная... Эти фронтоны верхние уже не снимал... Но они... Зацеп... Элементов зацеп... Сделаны... Бонусы не получилось... Которые хотели здесь сделать... Рисунок на кровле... Временно... Время было очень ограничено... Вот как-то так... Все... До скорой встречи... Редактор субтитров... Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok